Я Андрей Коновалов, систем-инженер компании VMW. Сегодня аккомпанировать мне будет Александр Купченецкий. Он будет стараться отвечать на ваши каверзные вопросы. И сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как гибридные облака и миграция, миграция нагрузок между сот и между гибридными облаками. Для начала стандартный слайд с отказом от ответственности. Все сказанное мной не может использоваться против меня в суде. Если у вас будет такая идея, то можете ее отбросить. О чем мы сегодня поговорим? Вначале я расскажу кратко о том, что такое NSX, какие сценарии его использования, какие возможности предоставляет HTX, для чего вообще он нужен. Затем я дам краткий обзор компонентов HTX, из чего он состоит, какие функции каждый из компонентов выполняет. И в конце, на все оставшееся время, я постараюсь показать вам живое демо, не полностью. Там будут записаны куски, потому что я уверен, что смотреть на то, как мигрируется 24 минуты одна виртуальная машина, наверное, не самое интересное, что можно делать в 12 часов дня. Но тем не менее. Вообще, для чего нужен HTX? Как вообще возник этот продукт? Когда мы говорим про гибридное облако, то рассматривать функцию гибридизации можно на разных уровнях, на разных слоях. В первую очередь, естественно, можно говорить о том, что гибридное облако – это то облако, где у нас есть некие единые средства управления, которые позволяют контролировать инфраструктуру. Он прям в наших центрах обработки данных, инфраструктуру в каких-то облачных площадках, неважно, что это за сервис-провайдер, и, может быть, даже инфраструктуру в облаке какого-нибудь гиперскиллера а-ля Amazon или Azure. И, собственно, хорошим примером таких инструментов является наш набор продуктов Verilize Suite. Там, я уверен, что многие из вас знают про Verilize Automation, который позволяет создать портал самообслуживания, про Verilize Operations, который позволяет все это хорошо и правильно мониторить. Но возникает вопрос, а что делать на более низком уровне, на уровне инфраструктуры? Потому что, когда мы говорим про гибридное облако, то первый пример, который вплывает в памяти – это возможность где-то в облаке арендовать некий кусок, некий набор высшительных ресурсов и на этих ресурсах произвести какую-либо нагрузку. И, в общем-то, когда речь идет о новых нагрузках, то тут сложности, как правило, никаких не возникает. Вы берете, создаете на этих ресурсах виртуальную машину, она работает, производит какое-то полезное действие. Но что делать, если нагрузка уже у вас есть на одной из существующих площадок в виде набора виртуальных машин? Как можно взять и мигрировать эти нагрузки на другую площадку, в другой сот, в другое облако и так далее? И вот тут мы приходим к тому, что есть на текущий момент некий набор инструментов, которые эту задачу каким-то образом позволяют решать. Что это за инструменты? Ну, в первую очередь, это некие встроенные инструменты, которые нам предоставляет платформа виртуализация в Sphere, хорошо знакомый вам V-Motion, и, может быть, не так хорошо знакомый, но тоже активно используемый в Sphere Replication. Собственно, у этих двух инструментов есть определенные недоставки, ну или, можно сказать, есть определенные требования по их использованию. В первую очередь, это необходимость использования совместимых версий. То есть, если, например, у вас на площадке есть V-Sphere 7.0, и вы у какого-то там сервис-провайдера или на другой площадке тоже используете V-Sphere 7.0, то тут проблем, как правило, не возникает. Но что если у вас сейчас уже есть у наследная инфраструктура на базе шестерки, там 6.0, а, возможно, даже более ранних версий платформы виртуализации, то так просто взять и использовать V-Sphere Replication или V-Motion не получится, потому что есть обязательные требования по совместимости версий, и вы просто не подружите версии, которые очень сильно отличаются друг от друга. Собственно, вы не можете под один V-Center объединить там 6-й SXI, 7-й SXI, или даже разные V-Center подружить друг с другом в режиме LinkedMod. Второе требование – это необходимость открытия достаточно большого количества сетевых портов для организации всего взаимодействия. То есть классический пример, если у вас в одной площадке есть 30 хостов SXI, и на другой площадке есть 30 хостов SXI, то для того, чтобы между ними всеми работал V-Motion, вам нужно открыть, соответственно, между всеми этими хостами достаточно большой диапазон сетевых портов. Что сразу приводит в некое замешательство наших специалистов по информационной безопасности. И зачастую заниматься такой филигранной работой по открытию нужных портов никто не любит, да, обычно открывает на уровне вся подсеть во всю подсеть, что, опять же, создает дополнительные угрозы в безопасности. Ну и третье ограничение – это сложность в автоматизации таких решений. Да, есть возможность это автоматизировать с помощью скриптов. У каких-то инструментов есть какой-то API, и часть операции можно через это API реализовать, а часть, к сожалению, нельзя. Естественно, все это накладывает ограничения при миграции в достаточно больших инфраструктурах, где специалисты просто не будут это делать руками, а предпочитают это завести в некий workflow, в некий скрипт, в некий сценарий. Соответственно, это становится сложнее сделать. Если мы говорим про сторонний инструмент, то тут, опять же, зависит от того, что это за инструменты, но, как правило, всех объединяет, что они требуют дополнительных компетенций, соответственно, у этих инструментов свои механизмы управления, свои интерфейсы, свои требования и так далее, и так далее. Естественно, им надо учиться. Второе – это ограниченная сфера применяемости, применения. Как правило, когда мы говорим про миграцию виртуальных машин, то это зачастую одна из функций решений по резервному копированию или по DR, соответственно, как правило, функции репликации виртуальных машин. И вот функция миграции там – это один небольшой кусочек, который сделан так для галочки, в общем-то, достаточно просто, и не представляет каких-то дополнительных удобных механизмов, как эту миграцию можно облегчить. И, собственно, еще одна проблема в том, что такие инструменты имеют ограниченную сферу применения. Они работают только в онпрем, только с локальной сферой, или только в облаке какого-то сервис-провайдера, если это механизм, инструмент, который конкретно сервис-провайдер предоставляет. И нет возможности, соответственно, использовать один и тот же инструмент для всех сценариев. И, собственно, тут нам на помощь как раз и приходит наш замечательный VMware Hybrid Cloud Extension, который как раз и решает задачу миграции нагрузок, ну, что называется, any-to-any. Мы можем с помощью H6 решить три основные задачи. Первое – это обеспечить миграцию виртуальных машин между содами и между облаками практически любой комбинации. Второе – с помощью H6 также можно решить вопрос организации DR. И третье, соответственно, одна из функций H6 – это организация связанности между двумя площадками для того, чтобы у нас после миграции виртуальной машине не потребовалось менять сетевые настройки. То есть мы можем взять и банально растянуть L2. Плюс большой H6 заключается в том, что он предоставляет несколько механизмов, как можно мигрировать виртуальные машины. И, соответственно, для разных категорий виртуальных машин мы можем применять тот или иной механизм, который наиболее подходит для этого типа нагрузки. Соответственно, у нас есть V-Motion, который мы можем переносить наиболее критичные виртуальные машины, которым нужен максимальный аптайм. Для каких-то менее критичных машин мы можем использовать функции репликации, так называемую теплую миграцию, с минимальным временем простоя. Ну и, соответственно, для нагрузок, которые терпимы к простоям, мы можем просто их копировать в выключенном состоянии. Какие сценарии миграции поддерживает H6? Ну, в общем-то, тут на слайде представлены практически все варианты реализации публичных облаков и частных инфраструктур. Соответственно, H6 поддерживает миграцию виртуальных машин с других платформ виртуализации, с KVM и Hyper-V, но, к сожалению, только оттуда. То есть мы можем взять машину с другого гипервизора, с другой платформы виртуализации, и практически наживую конвертировать эту машину в формат V-Sphere. Естественно, мы поддерживаем миграцию с унаследных инфраструктур и в унаследную инфраструктуру. То есть если нам потребуется вернуть какие-то нагрузки обратно, например, на V-Sphere 6.0, мы можем это легко и просто делать с помощью HTX. Естественно, HTX поддерживает современные программно-определяемые центры обработки данных на базе VMware Cloud Foundation, поддерживает публичные облака. Соответственно, это могут быть как публичные облака различных гиперскеллеров, таких как VMware Cloud on AWS, такие как Azure VMware Solution, такие как Google, Oracle и другие, которые используют наш программный стэк для построения своих публичных облачных решений. И, естественно, мы не забываем про облачные решения наших партнеров, сервис-провайдеров, которые в рамках программы VMware Cloud Provider Partner предоставляют, соответственно, свои публичные облачные решения на базе наших продуктов. В каких сценариях вообще имеет смысл рассматривать HTX, что он позволяет сделать? Ну, четыре категории сценариев. Первое – это миграция нагрузок. Соответственно, мы можем рассматривать миграцию в тех случаях, когда нам нужно консолидировать несколько разрозненных цодов, несколько разрозненных площадок. Например, консолидация региональных цод в нескольких центральных хабах или вообще в один главный цод где-нибудь в одном регионе. Второе – это сценарий эвакуации, когда нам по какой-то причине надо съехать из старого цода, он не подходит нам по требованию инфраструктуры либо по экономическим соображениям. Соответственно, нам оттуда надо нагрузки забрать. Третий сценарий – это перекод в облако. Достаточно популярный сценарий на Западе, когда заказчики практически полностью отказываются от своей он-прим-инфраструктуры и все переносят в публичные облака. С точки зрения обновления смены платформы, естественно, классический сценарий, когда у нас есть некий браунфилд, который десятилетиями строился, модернизировался и на текущий момент дошел до такого состояния, что достаточно опасно его трогать. И, зачастую, самый простой способ от него избавиться – это рядом выстроить новую, полностью правильно построенную инфраструктуру и мигрировать все нагрузки существующего браунфилда, постараясь по минимуму трогать его. Т4 для этого отлично подходит. Сценарий V2V-миграции. В 2021 году как-то уже утихли вот эти войны гипервизоров, и мы уже практически не спорим о том, какая платформа виртуализации является лучшей для он-прим. Но, тем не менее, такие сценарии все еще могут возникать. Соответственно, заказчики, которые по какой-то причине разочаровались в одной из платформ виртуализации, решили мигрировать на VMware, соответственно, могут использовать для этого HCX. Сценарий обновления до семерки. На одном из прошлых вебинаров я, собственно, рассказывал, почему и как можно обновляться и нужно обновляться до OSFER 7.0. Ну, вот HCX для достаточно больших инфраструктурок позволяет сделать это просто. Сценарий балансирования нагрузки. Опять же, когда мы говорим про гибридное облако, про мультиоблачный сценарий, когда у вас есть много решений от разных сервис-провайдеров, вы хотите по той или иной причине мигрировать нагрузки между ними. Например, для оптимизации стоимости, либо потому что, опять же, вы разочаровались в каком-то сервис-провайдере, хотите с него уйти, либо потому что у вас действительно реализован сценарий полноценного мультиоблака, и сегодня вы хотите размещать нагрузки в одном облаке, завтра в другом, соответственно, имея возможность динамично переносить эти нагрузки. HCX для этого тоже отлично подходит. Ну и последний класс сценариев – это обеспечение катастрофоустойчивости, обеспечение доступности. Соответственно, с помощью HCX вы можете реализовать простые сценарии DR, например, из он-прием в облако или из облака в он-прием, обеспечивая дизастер-авоиденс, то есть заранее, зная, что с площадкой случится что-то нехорошее, вы можете эвакуировать оттуда нагрузки и тем самым снизить даунтайм фактически до нуля. Когда мы говорим о выгодах использования HCX, зачем нам вообще HCX? Что приходит там? Первое – это за счет встроенных механизмов, о которых мы чуть поговорим дальше, мы можем значительно ускорить проведение этой самой миграции, то есть вместо месяцев или даже лет миграцию становится возможным проводить за недели или даже дни. Опять же, благодаря разным механизмам миграции в актуальных машин мы можем снизить время простоя, в некоторых случаях до нуля, благодаря возможности миграции в актуальных машин с помощью V-Motion из одной площадки, из одного облака в другое. Естественно, благодаря встроенным механизмам автоматизации, который упрощает разверт, упрощает миграцию, мы снижаем трудозатраты администраторов, мы уменьшаем количество персонала, которое нужно задействовать при миграции. Ну и, соответственно, еще один сценарий, когда мы говорим про мультиоблако, за счет того, что вы можете динамично переносить нагрузки, у вас появляется возможность более эффективно, более равномерно распределять нагрузки между облаками, и, соответственно, более эффективно утилизировать ресурсы в разных облаках. Вот один из примеров использования EFSIX, один из заказчиков, достаточно крупный зарубежный заказчик, перед собой поставил задачу модернизации существующей он-прямой инфраструктуры и перевода ее на современную программно определяемую инфраструктуру на базе VMware Cloud Foundation. Соответственно, у заказчика была задача мигрировать порядка 100 тысяч виртуальных машин с нескольких устаревших СОДов в несколько модернизированных новых СОДов на базе Cloud Foundation. Собственно, изначально заказчик принял решение о том, чтобы использовать собственные ресурсы, ресурсы собственных специалистов и подрядчиков для того, чтобы сделать такую иммиграцию вручную, и, собственно, результаты были крайне утишительны. За первые шесть месяцев проекта при привлечении порядка 60 исполнителей на эту задачу, то есть это не только инженеры, естественно, были, это были и менеджеры, и архитекторы, к сожалению, не удалось мигрировать ни одного приложения. Единственное, только я не подскажу, сколько именно виртуальных машин было мигрировано, потому что все-таки одно приложение может сойти из нескольких виртуальных машин, но, может быть, там пару машин им удалось вручную мигрировать. И после этого, соответственно, заказчик обратился в ВМВС вопросом, можно ли как-то исправить этот ситуацию, можно ли как-то ускорить миграцию. И, собственно, было выдано предложение использовать HTX, благо он был доступен уже заказчику вместе с Cloud Foundation. И, собственно, каких результатов удалось добиться. За первые три месяца после внедрения HTX удалось мигрировать порядка 30 тысяч виртуальных машин в целевые центры обработки данных. И для этого понадобилось всего шесть исполнителей. Соответственно, цифры, разница просто колоссальна между сценарием с ручным переводом, переносом виртуальных машин и сценарием с использованием HTX. Естественно, надо понимать, что HTX подходит не только для вот таких масштабных крупных инсталляций, но свои плюсы он раскрывает, естественно, на объемах. То есть если мы говорим про миграцию одной-двух виртуальных машин, то, наверное, развертывание HTX, поскольку это тоже является некой процедурой, некой работой, возможно, потребует от вас больше времени, чем взять и виртуальную машину с реплицировать или скопировать наделенную площадку. Но когда мы говорим о каком-то значимом количестве, больше сотни, например, виртуальных машин, то тут эффект от HTX начинает появляться. Собственно, когда мы говорим про механизмы, которые HTX предоставляет для миграции виртуальных машин, что он поддерживает, что он предоставляет. Значит, у него есть несколько механизмов, как мигрировать в виртуальную машину. Эти механизмы доступны в нескольких редакциях HTX. HTX предоставляется в двух основных редакциях. Это HTX Advanced и HTX Enterprise. В HTX Advanced доступны три основных механизма миграции. Первое – это холодная миграция. Второе – это HTX V-Motion, который основан на классическом V-Motion, но с некоторыми улучшениями, с некоторыми доработками. И это HTX Bulk Migration, который основан на механизме Host-Based Replication, репликации виртуальных машин с помощью WSF. В редакции Enterprise являются два дополнительных механизма. Это OS-Assisted Migration, то есть это возможность мигрировать виртуальные машины из других гипервизоров. И Replication-Assisted V-Motion – это комбинированный механизм, который включает в себя функции HTX Bulk Migration с V-Motion. Собственно, давайте поговорим более подробно про каждый из механизмов. Механизм V-Motion и Cold Migration. Собственно, оба этих механизма основаны на стандартных функциях гипервизора, таких как Network File Copy и V-Motion, которые позволяют, соответственно, в первом случае на холодную, и во втором случае на горячую переносить виртуальную машину. Я уверен, что, наверное, все из вас хотя бы раз в жизни использовали V-Motion, знают, что это технология, которая позволяет на живую мигрировать виртуальную машину с одного хаста на другой. В случае с HTX, соответственно, эти хасты могут располагаться где угодно. В разных SOD-ах. В SOD-е, например, вы можете мигрировать виртуальную машину в облако какого-то сервис-провайдера, либо вы можете мигрировать в виртуальную машину с облако одного сервис-провайдера на облако другого сервис-провайдера. В чем главное принципиальное отличие HTX V-Motion от обычного классического V-Motion? Когда я говорил про основные требования V-Motion, я упоминал, что вам требуется открыть достаточно большое количество портов сетевых между хастами на разных площадках. К сожалению, это сделать не всегда возможно, особенно если вторая площадка – это облако сервис-провайдера. Он просто не разрешит вам получить доступ к конкретным подсетям, где располагается VMware интерфейса хостов-виртуализации. В случае с HTX есть один дополнительный компонент, который называется HTX Interconnect, который выступает в роли прокси-сервера. То есть он занимается тем, что передает через себя трафик миграции, вообще любой трафик миграции, не только V-Motion. Трафик миграции виртуальных машин с одной площадки на другую площадку. В итоге между площадками вам нужно открыть всего три сетевых порта. Сравните это с требованиями по сетевым портам и по IP-адресам, которые нужно открыть в случае с классическим V-Motion, и вы уже увидите значительную разницу. Что это дает, помимо того, что вам нужно, можно сэкономить кучу правил на Firewall? Это также вам дает возможность мигрировать в виртуальную машину, даже в тех случаях, когда у вас пересекается диапазон сетевых адресов. Достаточно частая ситуация, когда, особенно если площадки тролли разные люди, разные архитекторы проектировали без сопоставления друг с другом, может быть такая ситуация, что у вас есть диапазоны пересекающихся IP-адресов, и вы просто не можете настроить маршрутизацию таким образом, что у вас, соответственно, будет прямая видимость вемкирован интерфейсов с исходной площадки на целевую. Опять же, в этом случае HTX Interconnect позволяет избавиться от этой головной боли и, в том числе, эмигрировать в виртуальную машину даже в этом сценарии. Сценарий bulk migration. Соответственно, используют механизм ровно тот же, что используют и в Sphere Replication. То есть HTX не разворачивает конкретно на плане Sphere Replication, просто используют тот же механизм, который называется Host-Based Replication. Соответственно, это механизм отсинхронной репликации, который позволяет копировать диски виртуальной машины в синхронном режиме на целевую площадку. Затем, после завершения копирования, либо по определенному расписанию, машина на исходной площадке выключается, происходит финальная синхронизация данных и машина на целевой площадке включается. Соответственно, с минимальным даунтаймом вы обеспечиваете миграцию виртуальных машин. В чем плюсы, что дает HTX в этом случае? Во-первых, он позволяет запланировать время переключения. То есть вы можете определить, когда конкретно виртуальная машина будет выключена на исходной площадке и будет включена на целевой. чтобы сделать это в часы на меньшей загрузке или в какое-то нерабочее время, например, в выходные, чтобы снизить негативный эффект от выключения машин. Второе. Соответственно, HTX предоставляет функции one-оптимизации. Соответственно, есть отдельный компонент, который так и называется, HTX one-optimization, который позволяет дополнительно сжимать и додуплицировать трафик миграции виртуальных машин, что позволяет существенно снизить требования к процессу способности каналов. Даже в сравнении с сферой application, где тоже есть механизмы сжатия. Соответственно, дальше чуть будут примерные цифры, насколько вы можете рассчитывать экономии в случае использования one-optimization. Плюс к этому вы можете менять стилы и настройки при восстановлении виртуальной машины в целевом центре обработки данных. Соответственно, если у вас нет единого адресного пространства, если у вас нет растянутых L2 сетей, то вы можете при настройке репликации виртуальной машины с помощью bulk migration прописать новый IP-адрес, прописать новую подсеть, куда эту машину включить. Соответственно, на одном из этапов включения HTX пропишет новые сетевые настройки, и машина уже включится в другой подсети, и уже будет иметь необходимые сетевые настройки. Третий механизм, который представляет, на мой взгляд, наибольший интерес, это replication-assisted vMotion. Это совмещение лучшего двух миров, то есть функции асинхронной репликации с помощью host-based replication и функции живой миграции виртуальных машин. Это то, чего нет ни в каком другом решении. Это уникальная фича конкретно HTX. Собственно, как работает replication-assisted vMotion. На первом этапе для начальной синхронизации, для начальной репликации данных используется функция host-based replication. Соответственно, копируются диски виртуальной машины. А дальше виртуальная машина не выключается, а, соответственно, наживую переносится с помощью функции vMotion на удаленную площадку. Таким образом, мы имеем плюсы экономии канала в случае использования асинхронной репликации, поскольку мы используем one-оптимизатор для сжатия до дупликации трафика. И, соответственно, трафик может идти по гораздо более медленным линкам и требует гораздо меньшего полоса пропускания при изначальной миграции. А, соответственно, vMotion позволяет мигрировать в виртуальную машину с нулевым даунтаймом, поскольку нам не придется выключать, поскольку состояние оперативной памяти будет передано наживую. Точно так же для replication-assisted vMotion можно задать время переключения в встроенном шедулере, когда вам нужно провести эту миграцию. И, соответственно, еще один плюс в том, что вы можете параллельно запускать много таких операций, поскольку, я уверен, опять же, те, кто работал с vMotion, знают, что vMotion выполняется последовательно. Вы не можете его слишком сильно параллелить. В случае с replication-assisted vMotion вы можете параллельно запускать из коробки по умолчанию порядка 100 одновременных миграций. Соответственно, это также положительно сказывается на времени, которое нужно для миграции нагрузок с исходной площадки на целевую. Какие еще функции предоставляет HCX? Функция как раз растягивания L2-сегмента, которая называется HCX Network Extension. Собственно, это, ну, из коробки, что это внутри такое, по сути. Это L2-VPN, который позволяет нам растянуть единое L2-сеть между несколькими площадками. Соответственно, для работы Network Extension на целевой площадке у вас обязательно должен быть HCX. мы поддерживаем, соответственно, на текущий момент и, про прощение, NSX. Мы на целевой площадке поддерживаем, соответственно, и NSX-T, и NSX-V. На исходной площадке у вас может быть либо тот же NSX-T, NSX-V, либо обычный распределенный коммутатор в СХ. Соответственно, в чем основной плюс L2-Network Extension в сравнении, например, с той же функцией, которая доступна в NSX? В первую очередь, это простота настройки. То есть реально вот этот Network Extension настраивается в пару кликов. Вам не надо поднимать VPN-серверы, вам не надо прописывать настройки шифрования, IP-сек и так далее, и так далее. То есть вы буквально выбираете исходную сеть, вы выбираете целевую сеть, а все остальное в магию делает за вас HTX. Это реально экономит время, это реально упрощает настройку, избавляет от потенциальных ошибок. Network Extension поддерживает несколько топологий, как, собственно, можно растягивать сети. Первая топология – это когда у вас есть одна площадка, есть вторая площадка, и вы между ними, соответственно, обеспечиваете общие угла. Причем вы можете реализовать сценарий hub-and-spoke, то есть у вас может быть сеть растянута не только между одной исходной, одной целевой площадкой, а между, соответственно, одной целевой и двумя исходными площадками. Таким образом, вы на всех трех площадках будете иметь единый L2 широколичательный домен. Вардный момент – вы не можете организовывать пельсовую топологию, то есть вы не можете, соответственно, L2 растянуть также между двумя исходными площадками. Это является запрещенной конфигурацией, потому что в этом случае появляется петля. Соответственно, у нас в этом случае нет никакой защиты от широколичательного трафика. И также вы не можете использовать топологию Daisy Chain, то есть когда у вас первая площадка подключается к второй, вторая к третьей, а третья к четвертой. Вот последний hub, он тоже не поддерживается. Соответственно, сценарий, поддерживаемый сценарий – это когда у вас две площадки либо три площадки, которые имеют некую общую целевую площадку, которая, соответственно, обеспечивает общий единый L2. Какие еще функции предлагает HCX? Функцию Mobility Optimized Network. Когда мы растягиваем L2 сети, то марштизация трафика в растянутой сети осуществляется за счет марштизатора на площадке-источнике. Соответственно, это может быть какой-то фишки роутер, это может быть роутер NSX, это может быть программный роутер стороннего производителя, не так важно. Но это создает дополнительные сложности и создает сложности прохождения трафика. Как это выглядит? Ну, например, у нас есть виртуальная машина VM2, которую мы перенесли с исходной площадки на целевую. И, соответственно, если она хочет поговорить или передать какой-то трафик на VM4, то по умолчанию трафик растянутой сети пойдет следующим образом. Он пойдет через, соответственно, HCX Network Extension до исходной площадки, там уйдет в роутер, роутер, соответственно, этот трафик смортизирует, отдаст, соответственно, в растянутую сеть номер 2, трафик обратно пойдет на целевую площадку и дойдет до VM4. То есть, как видите, есть некий, ну, что называется, hairpinning, некий неэффективный путь прохождения трафика, который, собственно, решается с помощью механизма Mobility Optimize Network. Как этот механизм работает? У нас при его включении виртуальная машина мигрируется на целевую площадку и маршруты для этой виртуальной машины добавляются в построуты на логическом роутере на целевой площадке, логическом роутере NSX-T. И, соответственно, дальше трафик маршрутизации для этой виртуальной машины будет обрабатываться не маршрутизатором на исходную площадку, а как раз логическим gateway, tier 1 gateway NSX-T на целевой площадке. Соответственно, в этом случае холпа у нас не будет до целевой площадки. Трафик пойдет через локальный распределенный маршрутизатор. В случае, если нам нужен какой-то трафик, все-таки маршрутизировать через исходный gateway, ну, например, у нас тут есть какая-то еще одна сеть, то мы можем прописать так называемые policy router для исключения трафика. То есть мы прописываем определенный диапазон подсетей и говорим, что вот этот трафик в эти подсети, пожалуйста, маршрутизируй через исходный gateway. В этом случае, соответственно, будут применяться исключения для этого трафика. еще одна функция, собственно, о которой я упоминал, это функция миграции с других платформ виртуализации. В HTX она называется HTX Assisted Migration, OS Assisted Migration, и она позволяет мигрировать виртуальные машины с других платформ виртуализации, с HyperView или KVM. Этот гостевой агент работает очень похоже на то, как работал в свое время, если вы знаете, у нас долгое время был конвертер, vCenter стендалон конвертер, вот он работал схожим образом. То есть агент берет и на горячую копирует, реплицирует данные изнутри гостевой операционной системы на хранилище, на целевой площадке. Соответственно, репликация расшляется в реальном времени, данные копируются, после завершения исходной первоначальной реплики создается снимок из гостевой операционной системы для того, чтобы выполнить последнюю итоговую синхронизацию данных, после чего исходная машина выключается на исходной платформе виртуализации и включается реплика уже на целевую платформе виртуализации на авосфере. Соответственно, на мигрирующую VM устанавливаются компоненты VMware Tools, прописываются те же сетевые настройки, что были на исходной виртуальной машине, и все, соответственно, виртуальная машина смигрирована. Соответственно, поскольку большая часть данных копируется на горячую, то время недоступности при миграции виртуальной машины с исходной платформой виртуализации на целевую, оно очень небольшое, порядка пяти минут, это столько, сколько нужно, чтобы выключить исходную машину и включить целевую. по поводу поддержки версии гостевых операционных систем для разных гипервизоров у нас поддерживаются разные операционные системы, но в принципе, на мой взгляд, этого списка более чем достаточно для того, чтобы решить задачу миграции с других платформой виртуализации. И последняя функция, о которой я хотел поговорить, это функция обеспечения аварийного установления с помощью HCX. Опять же, поскольку внутри HCX есть поддержка host-based replication, то мы можем использовать HCX в качестве DR-решения для защиты нагрузок на исходной площадке. Соответственно, HCX что делает? Он позволяет защищать виртуальные машины и обеспечивать репликацию с исходной площадки на целевую, позволяет защищать виртуальные машины, которые на целевой площадке располагается использовать исходную площадку в качестве DR-площадки. HCX позволяет защищать одновременно много виртуальных машин, это, на мой взгляд, самая интересная его функция в сравнении, допустим, с обычной VSA replication. репликация сочет синхронно, минимальный RPO составляет 5 минут, максимальный RPO составляет 24 часа, тут опечатка небольшая, плюс к этому HCX может создавать определенные контрольные точки, хранить несколько точек для отката не только на последнее актуальное состояние, но и на несколько состояний до этого. Почему это важно? Потому что не всегда последняя реплика является консистентной, не всегда с нее есть возможность восстановиться. При наличии нескольких контрольных точек мы можем практически всегда гарантированно найти точку, которая позволит машине восстановиться. Cessna HCX поддерживает функцию тестов восстановления, когда виртуальная машина восстанавливается в некоторой изолированной сети, вы можете после восстановления машины проверить, что внутри запускаются все необходимые сервисы, что машина корректно стартует, и тем самым гарантировать, что при аварии машина восстановится точно так же. Cessna поддерживает функцию предварительного копирования данных, когда вы можете каким-то другим образом скопировать исходную виртуальную машину и использовать ее в качестве SIDA, в качестве изначальной копии данных, для того, чтобы уменьшить первоначальное время, необходимое на репликацию, потому что иногда скопировать виртуальную машину на флешку и эту флешку привести в новый COT будет быстрее, чем ждать, пока машина зареплицируется по каким-то ван-каналам. Естественно, в H6 есть функция Reprotect, которая позволяет очень просто и быстро перенастроить репликацию, развернуть ее в обратную сторону после восстановления. Соответственно, в случае аварии вы восстановите виртуальную машину на площадке B и хотите теперь, чтобы площадка A была резервной. Нажимаете на Curie Protect и H6 разворачивает репликацию в обратную сторону. Также в H6 есть возможность интегрироваться с нашим флагновским решением по аварийному установлению VMWaveSite Recovery Manager. Какие это дает плюсы? В первую очередь H6, поскольку позволяет организовать L2-связанность между площадками, позволяет значительно просить кастомизацию сценария аварийного установления, DR-план. То есть, если раньше без растягивания сетей вам нужно было в SRM прописывать IP-адреса в каких-то других подсетях при установлении виртуальных машин, вам нужно было думать о том, как сервисы внутри этих виртуальных машин переживут смену IP-адресов. Теперь вы можете не заморачиваться. Соответственно, виртуальная машина просто включается в той же растянутой сети на целевой площадке и, в общем-то, фактически она готова к работе. За счет мощного механизма ван-оптимизации вы можете, опять же, снизить трафик и репликацию, что тоже достаточно важно, особенно если у вас целевая площадка находится в облаке сервис-провайдера, который тарифицирует ваш интернет-трафик, то это прямая экономическая выгода. И совсем третий эффект, что благодаря плану восстановления SRM вы можете не просто поднимать виртуальную машину или набор виртуальных машин, но также и управлять порядком, то есть какие машины надо восстанавливать первыми, какие надо восстанавливать последующими. Вы можете в плане времени вставления задать дополнительные сценарии, которые будут запускаться внутри виртуальных машин, потому что не всегда достаточно просто запустить виртуальную машину, иногда надо запустить какой-то файл, сценарий, который внутри сервиса запустит с правильными ключами и так далее. Это все позволяет сделать SRM. Последнее, о чем я хотел поговорить перед тем, как перейти к обзору компонентов, это редакция H6. Как я говорил, есть две основные редакции, это Advanced и Enterprise. В редакции Advanced доступны следующие функции. Это функция Hybrid Interconnector, то есть это прокси-сервер, который позволяет передавать трафик в миграции виртуальных машин. Это функция One-оптимизация, это функция растягивания L2-сетей, это соответственно функция Bulk Migration, V-Motion для миграции виртуальных машин и Disaster Recallery. В редакции Enterprise добавляются дополнительные функции, такие как оптимизация маршитизации, Mobility Optimized Networking, такие как Replication Assistant V-Motion, интеграция с SRM, возможность миграции с других платформ виртуализации и две другие функции, о которых я сегодня не говорил, потому что у нас не так, к сожалению, много времени. Соответственно, как HTX можно приобрести? HTX сам по себе не продается, он продается в составе с какими-то другими продуктами. Ну, например, если мы говорим про OnPrem, то HTX вы можете приобрести при покупке VMware Cloud Foundation в Redux Enterprise. HTX Advanced вы также получаете при покупке NSX Data Center Enterprise Plus. И также, если вы берете, например, у какого-то облачного провайдера облачный сервис, например, VMware Cloud на AWS, то вы получаете HTX нагрузку. Также HTX доступен у сервис-провайдеров по программе VCPP. Соответственно, это зависит уже от того, какие услуги представляет сервис-провайдер, как он будет тарифицировать HTX. Важно отметить, что если вы хотите HTX в Redux Enterprise для OnPrem, для случая, когда вы купили VMware Cloud Foundation Enterprise или VMware NSX Data Center Enterprise Plus, то функции HTX Enterprise будут идти в виде аддона. То есть, вам нужно докупить специальный аддон. Опять же, как, наверное, многие из вас знают, и Cloud Foundation, и NSX Data Center лицензируются по процессорам сервис-виртуализации, так же, как и WSphere. Соответственно, аддон HTX Enterprise тоже лицензируется по процессорам. Важно отметить, что лицензировать вам нужно только косты на целевой площадке. Соответственно, одна лицензия позволяет защищать или мигрировать до 15 виртуальных машин с исходных площадок. Исходных площадок, опять же, может быть несколько. В случае с редакцией HTX Advanced это может быть до трех исходных площадок, а в случае с Enterprise гораздо больше. До десяти исходных площадок. Соответственно, термин исходная площадка и целевая площадка применяется только для задач лицензирования. Это вовсе не означает, что вы можете мигрировать только виртуальные машины с исходных площадок на целевую или изучать виртуальные машины с исходных площадок на целевую. Нет, вы можете делать это vice versa. Есть функция, которая позволяет мигрировать и изучать виртуальные машины в обратном направлении. Следующий раздел, обзор компонентов HTX, я постараюсь ускорить, потому что не так много времени осталось. Из чего состоит HTX? Первый, наверное, самый важный компонент, компонент менеджмент плейна, он представлен двумя аплайенсами. Это HTX коннектор и HTX клауд менеджер. Это то, что вы изначально разворачиваете внутри вашей инфраструктуры, он прям либо облачный для того, чтобы дальше уже развернуть и настроить HTX. Соответственно, HTX коннектор, он разворачивается на площадке источники и он всегда подключается к HTX клауд менеджеру. Важно отметить, что HTX коннектор не может подключаться к другому HTX коннектору. Это невозможно по архитектурным соображениям. HTX коннектор может интегрироваться с устаревшими версиями в Sphere, например, в Sphere 6.0 для того, чтобы у вас появилась возможность мигрировать нагрузки со старых платформ виртуализации на новые. HTX коннектор не требует наличия NSX на исходной площадке, но он может быть и вы можете его интегрировать с NSX, но это не обязательно требование. HTX коннектор не требует отдельных лицензий, он использует те лицензии, которые вы ввели на целевой площадке, на площадке HTX Cloud менеджера. И, соответственно, в случае с организацией L2 туннелей площадка с коннектором является площадкой инициатором, то есть у вас направление трафика идет от площадки с HTX коннектором в сторону площадки с HTX Cloud менеджером. Второй компонент менеджмент, который разворачивается на отельных площадках, это Cloud менеджер. Обычно у вас классический сценарий интеграции, это HTX коннектор подключается к HTX Cloud менеджеру, но в некоторых сценариях, таких как, например, Cloud to Cloud, когда вы хотите мигрировать виртуальной машины из облака одного сервис-провайдера в другой, у вас и на исходной площадке, и на целевой будут апплайенсы HTX Cloud менеджера. Один из Cloud менеджеров будет выступать в качестве инициатора, второй в качестве таргета. Важно отметить, что для функционирования HTX Cloud менеджера обязательно наличие поддерживаемой версии Vsphere и NSX, то есть актуальных версий, у нас это сейчас как минимум 6.5, лучше, конечно, 7.0, ну и NSX, NSX V 6.4 и NSX V версии 2.4 либо выше. Важно отметить, что все хосты под управлением V-Centra, с которым интегрирован HTX Cloud менеджер, должны быть покрыты лицензиями HTX, должны быть отлицензированы под Cloud Foundation Enterprise, либо NSX Enterprise плюс, плюс аддон лицензии, если вы хотите функции и HTX Enterprise. И важно отметить, что сам HTX Cloud менеджер, он должен иметь доступ в интернет для активации и загрузки обновлений. Без доступа в интернет он работать не будет. Но интернет не используется непосредственно для миграции трафика и для создания растянутых сетей, только для активации и обновлений. Соответственно, когда вы разворачиваете первые компоненты, компоненты менеджмент плейна HTX Connector, то дальше у вас появляется возможность связать, сделать пейринг между исходным HTX и целевым HTX и дальше развернуть ряд служебных виртуальных машин. Что это за виртуальная машина? Это HTX Interconnect, который обеспечивает передачу трафика и миграции между двумя площадками. Это HTX Network Extension, который занимается растягиванием L2-сетей. Это HTX One Оптимизатор, который занимается срабатием и дупликацией трафика. и HTX Sentinel Gateway и Sentinel Receiver, которые используются в случае с миграцией виртуальных машин с других подкорм виртуализации. Важно отметить, что для минимальной инсталляции HTX вам нужно всего два апплайенса. Это соответственно апплайенса HTX Connector либо HTX Cloud Manager и второй апплайенс это HTX Interconnect. Все остальные апплайенсы являются опциональными. Вы просто выбираете какие функции вам нужны, какие не нужны. Если вам ваноптимизация по каким-то причинам не нужна, вы этот апплайенс не разворачиваете. Развертывание апплайенсов осуществляется через механизм CRS Mesh. То есть CRS Mesh это некий профиль, в котором вы описываете топологию вашей инсталляции, какие компоненты там нужны, каким подсетям подключаются эти компоненты, эти апплайенсы, какие IP-адреса из какого пула берутся. То есть вы руками не настраиваете каждую апплайенс в отдельности, вы делаете так называемый CRS Mesh, а дальше уже дело за HTX, как правильно развернуть и настроить эти апплайенсы, что опять же в больших инсталляциях достаточно сильно экономит время. Если вы конечно правильно подошли к описанию CRS Mesh. Еще раз поговорим про топологии, поддерживаемые соответственно в случае с мультиоблачной инсталляцией, когда у нас не просто две площадки, исходная и целевая, а много площадок. Какие топологии мы поддерживаем? Естественно, как я уже говорил, мы поддерживаем подключение от HTX Connector к HTX Cloud менеджеру, то есть это некая целевая площадка в облаке. Соответственно, HTX Connector может подключаться к нескольким площадкам. Соответственно, например, облак одного CRS провайдера и, например, ваша вторая площадка на базе Cloud Foundation. для каждого из подключений будет развернут свой набор апплайенсов, то есть свой интерконнект, свой One-оптимизатор, свой Network Extension, то есть для каждой пары. Это надо учитывать, потому что это напрямую влияет на требования к влечитым ресурсам и ресурсам хранения. Как видите, возможность организации связанности между HTX Connector и HTX Connector у вас не существует. Я несколько раз это упоминал, это важно отметить. Но, если вам по какой-то причине понадобится мигрировать нагрузки с сайта 1 на сайта 2, вы можете сделать это через промежуточный сайта 3, у которого есть связанность и от сайта 1 и от сайта 2. Соответственно, с небольшим хопом вы эти нагрузки можете мигрировать. О конкретным компонентам. Собственно, тут особо добавить нечего. Как я уже сказал несколько раз, HTX интерконнект обеспечивает передачу трафика виртуальных машин, миграции виртуальных машин с одной площадки на другую. Соответственно, он поддерживает все указанные протоколы, соответственно, cold migration, vMotion, replication assistant vMotion, bulk migration и OS assistant migration. Соответственно, позволяет вам не открывать все многообразие портов между двумя площадками. Второй компонент это one-optimizer, который сжимает и додуплицирует трафик. И, соответственно, основной его плюс это возможность кардинально очень значительно уменьшить требования к каналу за счет того, что вы можете эффективно сжимать, эффективно додуплицировать трафик виртуальных машин, соответственно, уменьшать до пяти раз требования к каналу, тем самым ускоряя время миграции и снижая объем передаваемого трафика. Важно отметить, что one-optimizer one-optimization appliance представляет собой отдельную виртуальную машину. У этой машины достаточно значительные требования к дисковой подсистеме, то есть он требует 100 гигабайт дискового процесса для хранения додуплицированных данных, и он также требует достаточно большого скоростного хранилища, то есть вы должны обеспечить не менее двух с половиной тысяч и опсов на чтении и запись для one-optimization. В противном случае может быть такая ситуация, что он будет не ускорять, а наоборот замедлять репликацию, поскольку он не будет успевать эффективно и быстро додуплицировать и сжимать трафик виртуальных машин. Важно отметить, что one-optimization взаимодействует с htx, он сам никакой трафик не передает, то есть ему interconnect appliance передает данные, one-optimization их сжимает, додуплицирует и отдает обратно то, что надо передать уже в сеть с помощью интерконнекта. Network Instruction, соответственно, отдельный appliance позволяет строить высокоскоростный канал, соответственно, это порядка 4-6 гигабит пропускной способности, позволяет растягивать L2. Если вам не хватает по тольной причине 4-6 гигабит, вы можете развернуть несколько Network Instruction Appliance и они будут просто растягивать разные наборы подсетей. Таким образом вы можете горизонтально масштабировать производительность L2 фабрики. Единственное, чего Network Instruction не умеет, он не умеет подключаться 2 Appliance на extension не могут растягивать один и тот же набор подсетей. Это всегда должны быть разные подсети, поэтому в пределах одной подсети больше 6 гигабит вы не получите. Соответственно, Network extension поддерживает также ряд технологий по оптимизации, такие как TTP Flow Conditioning, который позволяет согласовать размер NTU на всем пути прохождения трафика, чтобы избежать сегментации пакетов. и Mobility Optimized Networking, о котором мы уже говорили. Есть возможность имидировать амортизацию для целевой площадки. И последний компонент это OS Assisted Migration. Он представляет собой несколько апплайенсов. Во-первых, у нас есть агент, Sentinel агент, который ставится внутри исходной гостевой машины на Hyperville у нас на исходной площадке есть так называемый Sentinel Gateway, который принимает подключение от Sentinel агента. И на целевой площадке у нас есть ресивер, который принимает через Interconnect трафик от Sentinel Gateway и уже передает это на целевое хранилище, на целевую виртуальную машину, на реплику виртуальной машины. Если посмотреть на всю апологию, на всю архитектуру HCX, то она на мой взгляд достаточно сильно пугает, то есть количество аплайенсов, количество сетевых взаимодействий в пределах площадки достаточно большое, но если вы обратите внимание на стык между двумя площадками, то увидите, что тут открыто всего три сетевых порта. То есть первый порт это TCP 443, соответственно он нужен для передачи исключительно не только менеджмент трафика. Второй это порт UDP 4500, он используется для передачи трафика репликации виртуальных машин, и третий порт это соответственно тоже UDP 4500, он используется для network tension для для того, чтобы организовывать L2 open tunnel. Вот, на этом основная часть с презентации закончена, я хотел бы перейти теперь к демо, давайте наверное сначала про вопросы поговорим. так, Александр, остались ли какие-то у нас вопросы? Я вижу два открытых вопроса, давайте я их быстро прочитаю. Первое, у H6 network extension и interconnectа, какие требования к one-каналам, задержки MQ? я встречал только единственное требование, ну, опять же, все зависит от того, какой механизм репликации, какой механизм миграции виртуальных машин вы будете использовать, то есть, если вы используете асинхронную bulk migration, то, в общем-то, там практически никаких требований к каналу нету, то есть, если у вас есть 100 мегабит между площадками, то этого более чем достаточно для bulk migration, в общем-то, и требования к именно задержкам между площадками я не встречал в случае с HTX, потому что репликация, по сути, идет асинхронно, и никакого V-motion там нету. В случае с Network Extension задержки напрямую влияют на производительность вашей сетевой растянутой фабрики, поэтому чем меньше задержки у вас, тем, соответственно, быстрее у вас трафик виртуальных машин будет ходить с одной площадки на другую. Тут уже исключительно зависит от требований ваших конкретных приложений. То есть, если у вас приложение очень, ну, если вы растянули ваше приложение, если получилось так, что у вас одна виртуальная машина, часть приложения находится на одной площадке, а вторая на второй, то все зависит от ваших требований к приложению. Если оно хорошо переживает там 10-50 миллисекунд, ну, окей, значит, с такой задержкой Network Extension будет работать. Вот, если ему надо поменьше, ну, тогда и вам надо как-то либо найти поближе цоды, либо как-то озабоись с оптимизацией каналов и уменьшение задержек между площадками. Немного не по теме, про миграцию. vCenter Convert официально несовместим с 7.0, что VMware предлагает использовать в случае задач, которые раньше делал vCenter Convert Давайте я кратко отвечу. Соответственно, VMware как ни странно рекомендует использовать HCX для миграции. Но надо понимать, что HCX это все-таки решение, которое нацелено на верхний уровень, то есть на, в первую очередь, интерпрайз заказчиков. К сожалению, на текущий момент у нас в нашем портфеле продуктов нету там поддерживаемых нами решений для SMB-сегмента. Поэтому лично я бы, наверное, рекомендовал посмотреть в сторону сторонних решений, либо, в принципе, использовать тоже Convert Несмотря на то, что он несовместим с 7, я не вижу особых сложностей использовать его для миграции в виртуальных маркетингов. То есть, как минимум, вы можете использовать его для миграции в формат Workstation, просто для конвертации в формат виртуальных дисков, а дальше эти виртуальные диски импортировать в WSphere, просто скопировать на Televue Datastore и, собственно, зарегистрировать в MX-файл виртуальной машины, если по какой-то причине конвертор не сможет подключиться к WSphere 7.0. Я, честно говоря, даже не пробовал никогда. Возможно, у вас и получится даже с помощью конвертора подключиться напрямую к 7.0, и тогда сможете мигрировать. Еще один вопрос. Стоит ли использовать HTX при миграции из локального облака в SOT со своими серверами инфраструктуры в 1000 ЧВМ? Да, это хороший сценарий как раз для использования HTX. Соответственно, если вот те плюсы, те возможности, о которых я сегодня рассказал, для вас релевантны, если вы хотите упростить и ускорить миграцию, то HTX это именно тот инструмент, который, на мой взгляд, тут рационально использовать. Последний вопрос. Давайте я перейду к демо. Соответственно, чтобы использовать HTX, нужно купить NSX Enterprise Plus и дополнительно аддон в требуемой редакции. Можно ли лицензировать только один сервер? Давайте я вернусь на пару слайдов назад к редакциям. Значит, смотрите, если вы покупаете NSX Enterprise Plus, то вы получаете HTX Advanced на то же количество процессоров, то же количество сокетов, что и NSX, которые вы купили. Если вам функции HTX Advanced достаточно, то есть вам не нужен, например, Replication Assistant VMotion, вам не нужна интеграция с SRM, вам не нужна OS Assistant миграция, то ничего дополнительного покупать вам не надо. Если вам эти функции нужны, то вам нужно докупить Enterprise аддон к HTX на то же количество сокетов, что и HTX Advanced, которые вы получили вместе с покупкой NSX. Можно ли лицензировать HTX на один сервер? Нет. У нас есть жесткое требование, что на целевом V-Center под HTX должны лицензироваться все хосты, которые управляются этим V-Center. Я бы сказал, что вы можете попробовать оптимизировать затраты на лицензирование, например, развернув небольшой целевой V-Center с небольшим количеством хостов. Ну, в примере был один. Наверное, вы можете развернуть один хост, поднять на нем один V-Center, лицензировать его по NSX и, соответственно, получить HTX для миграции виртуальных маршрут. То есть это, я не знаю, насколько это законный легальный способ, это надо обсуждать с легалом, но технически, соответственно, это, на мой взгляд, соответствует требования лицензирования, что вы на целевой площадке подняли специальный V-Center под миграцию. Вот, но надо помнить, что у нас есть опять же одно важное уточнение, что одна лицензия HTX позволяет мигрировать до 15 виртуальных машин. То есть, если, соответственно, у вас одна лицензия HTX покроет ваши требования по миграции, то, пожалуйста. Так, давайте я тогда перейду к демо. Значит, оставшиеся вопросы тогда оставим напоследок. Напишите, если видите экран облачной консоли. Окей. Значит, теперь не видите нам. А теперь снова видите. Собственно, я развернул небольшую тестовую инсталляцию. Она, к сожалению, не очень быстрая, поэтому я не буду показывать на ней все функции HTX, а покажу в основном только интерфейс и дальше покажу демо миграции виртуальных машин. Итак, значит, что из себя представляет мой тест-теста? Это два центра обработки данных. Соответственно, один находится в регионе А, другой находится в регионе Б. Каждый имеет свой кластер виртуализации из трех хостов. И набор нагрузок, представляющих собой какие-то виртуальные машины какого-то приложения. Значит, как видите, HTX уже установлен и работает в инфраструктуре. Значит, у нас на исходной площадке есть Management Appliance HTX Connector. На целевой площадке у нас, соответственно, есть HTX Cloud Manager и набор и набор служебных виртуальных машин Interconnect, Network Expansion и Sentinel Gateway. Что из себя представляет сам HTX? HTX имеет отдельную консоль управления, доступную через веб-интерфейс. Плюс, после настройки интеграции у вас появляется возможность получить доступ к той же самой консоли, используя меню в Sphere. То есть, если я кликну сюда, я, по сути, попаду на тот же интерфейс HTX. Плюс, в контекстном меню, при, например, нажатии на виртуальную машину, у меня появляется ряд дополнительных операций, которые могу выполнить непосредственно из интерфейса в Sphere клиента. Значит, при интеграции с HTX у меня появляется возможность авторизации под теми же учетными записями, которые я использую для аутентификации в Sphere. Основные операции по первоначальной настройке и по дальнейшей миграции HTX выполняются из его собственной консоли. Первое, что вы видите, когда подключаясь к интерфейсу HTX, это общий дашборд, на котором приведена информация о всех ваших инсталляциях OnPrem облачных, в которых есть HTX. В данной конкретной инсталляции вы видите два центра обработки данных, один находится в Санкт-Петербурге, второй находится в Москве. Вы видите информацию о том, что обе эти площадки связаны, соответственно, потому что у меня уже рабочая нормальная инсталляция. Плюс есть статистика, общая информация по тому, какие последние миграции проводились, сколько этих миграций, есть ли какие-то живые активные миграции, были ли какие-то проблемы, сколько, например, ресурсов у меня используется на каждую из площадок, были ли у меня какие-то, может быть, проблемы или сбои при настройки и так далее. То есть общая служебная информация тут проведена. Первое, что мне нужно сделать после инсталляции HTX, это настроить пейринг инфраструктуры. То есть я подключаюсь к исходному, к исходной площадке, где у меня располагается HTX коннектор и настраиваю интеграцию с целевым HTX Cloud Manager. У меня пейринг уже настроен, мне тут ничего делать больше не надо, но из этого же интерфейса я могу настроить коннектор к какому-то дополнительному к какой-то еще одной площадке, которая после этого у меня появится на общей карте и куда я смогу мигрировать нагрузки, либо наоборот откуда я смогу мигрировать нагрузки. Следующее, что мне нужно сделать, это создать так называемый Serious Mesh, то есть это некий профиль, некая конва, на котором я описываю топологию, как у меня разворачивается HTX, то есть какие, например, компоненты у меня включаются в HTX, какие апплайенсы мне нужно разворачивать, к каким сетям, к каким порт-группам мне надо их подключать и диапазон IP-адресов я могу использовать для того, чтобы назначать IP-адреса апплайенсов. Апплайенсов достаточно много и, соответственно, прописывать настройки каждому из них вручную это достаточно трудоемко. Именно поэтому настройка на уровне Serious Mesh она позволяет упростить конфигурацию апплайенсов, поскольку мы знаем, я уже говорил, для каждой пары коннектор к клау создается отдельный набор апплайенсов на исходной целевой площадке, то, соответственно, просто вручную все это прописывать и потом контролировать достаточно трудоемко. Чтобы этого не было, вы заранее прописываете Serious Mesh и дальше HTX уже выбирает из пула IP-адресов выбирает те сети, которые вы настроили для развивки и апплайенсов. Так, у меня что-то тут долго грызется, давайте я попробую, может быть, открыть его настройки. Да, нет, лаборатория не очень хорошо себя чувствует, давайте я попробую перезапустить страницу. Просто 12 часов, европейцы уже проснулись и начали активно подключаться к ресурсам. Так, давайте я попробую открыть на редактирование. Что-то у меня не выходит. К сожалению, может быть, тут загрузится. Да, к сожалению, не смогу вам показать топологию, но общая идея заключается в том, что, соответственно, тут отображается та структура инсталляции, которую вы выбираете, вы указываете, какие функции HTX вам нужны, там нужна ли вам репликация, нужна ли вам оптимизация, нужен ли вам network extension, соответственно, в зависимости от этого HTX разворачивает тельные апплайенсы, нужно ли вам, например, интегрировать с SSRM, или так, или OS assistant migration использовать, и в зависимости от этого HTX дальше разворачивает определенный набор апплайенсов, которые вы используете для подключения. Так, давайте, чтобы не задерживать, я тогда все-таки попробую вернуться к слайдам, потому что там у меня было демо. не все идет гладко в живых демонстрациях, поэтому я покажу это на ролике. Значит, собственно, повторение, да, это описание текущей инсталляции, это то, как выглядит интерфейс из Шрица. Вот, это, собственно, топология CRS-меш, которую я прописал руками. Я вижу таким подсетям у меня подключены целинные компоненты, соответственно, как они друг с другом взаимодействуют. Могу видеть, какие апплайенсы у меня используются в моей инсталляции, какие на них прописаны сетевые настройки, на каких ресурсах они развернуты и так далее, и так далее. То же самое я могу видеть, собственно, для целевой площадки, если мне это нужно. Могу в любой момент поправить CRS-меш, и у меня автоматически в зависимости от измененных настроек переразвернется инфраструктура HCX. Например, у меня был один Network Extension Appliance, я захотел два для масштабирования производительности L2-фабрики, соответственно, я указал два Network Extension Appliance, у меня автоматически второй развернулся, и дальше могу уже выбирать, через какой Network Extension Appliance меня растягивать сеть. Следующий пример демонстрации – это миграция виртуальных машин. Соответственно, у меня есть площадка исходная и целевая, у меня есть определенное количество Appliance на этой площадке, и, что самое интересное, обратите внимание, у меня тут есть очень интересный хост, который не включен в кластер. Если вы посмотрите на его модель, то увидите нечто очень странное. VMware Mobility Platform. Так вот, это не настоящий хост ESXi, это как раз тот самый прокси сервер HCX Interconnect, который прикидывается хостом для того, чтобы работала функция живой миграции в Emotion. Для чего это нужно? для того, чтобы как раз не открывать то многообразие портов, сетевых взаимодействий между площадками, о котором я говорил. Соответственно, Appliance Interconnect имеет тот же самый IP-адрес 110.151. Если его указать, да, видите, соответственно, у него тот же самый IP-адрес 110.151 назначен. Соответственно, в vCentry этот Interconnect Appliance регистрируется как хост виртуализации ESXi, и дальше он используется в процессе миграции виртуальных машин. То есть, если, опять же, в демо получится показать, там можно увидеть на какой-то момент, что на этом хосте будет зарегистрирована виртуальная машина, которую мы мигрируем. Значит, по поводу миграции. Давайте я покажу. Так, это демо с интерфейсом. Так, собственно, миграция виртуальных машин. миграция виртуальных машин выполняется из интерфейса Migration. Соответственно, все, что нам нужно, это выбрать площадку-источник, целевую площадку, куда мы будем мигрировать, и те виртуальные машины, которые мы хотим мигрировать. Мы можем выбрать одну или несколько виртуальных машин. Плюс к этому мы можем мигрировать в обратном направлении. У нас есть функция Reverse Migration, если мы хотим мигрировать целевой площадки на исходную. Выбираем виртуальные машины, добавляем их в список для миграции, и дальше мы можем указывать, на какие ресурсы эту машину перенести. То есть, в какой кластер на целевой площадке нам нужно мигрировать виртуальная машина, на какое хранилище можем выбрать тип миграции. Соответственно, V-Motion, репликацию или Replication Assistant Emotion. Обратите внимание, что, собственно, доступна функция выбора расписания, когда машина будет переключаться, чтобы выбрать наименее загруженное время. Плюс мы можем создать дополнительные настройки, например, удалить снапшоты с мигрируемой виртуальной машины, и также изменить ряд параметров машины, например, проапгрейдить версию Hardware, обновить WMWry Tools, включить EVC, если нам нужно для этой машины, например, обеспечить совместимость со старыми версиями процессоров. Плюс мы можем для отдельной виртуальной машины переопределить эти настройки. Если выбрано 100 виртуальных машин, для какой-то машины мы можем задать настройки отличные от общих, например, мигрируть с помощью репликации, или поместить на другой дата-стор, или, например, подключить ее к какой-то другой подсети. Собственно, вы видите сетевой адаптер, который есть у этой машины, и мы можем выбрать целевую сеть, куда подключать машину. Сейчас выбрана целевая сеть по умолчанию, потому что она является растянутой. Собственно, мы ее выбрали как для L2 extension функции, поэтому для нее сразу выбирается целевая сеть на целевой площадке. важно отметить, что если мы используем функцию vMotion или replication assistant vMotion, то у нас нет возможности сменить сетевые адреса, поскольку машина мигрируется на горячую. Но если бы, например, мы мигрируем ее с помощью bulk migration, то мы могли бы и сетевые настройки поменять в момент включения виртуальной машин. Все, все, что нам нужно делать после настройки, это проверить, что у нас все совместимо и запустить процесс миграции. Собственно, сама задача по миграции отображается в интерфейсе VX, а мы можем видеть основные информационные сообщения, что происходит с виртуальной машиной на каком этапе миграции она находится. Соответственно, это видео значительно короче того времени, которое понадобилось на реальную живую миграцию по той причине, что у меня NestedStand виртуализации был. Соответственно, там достаточно маленькая производительность всех операций, связанных с миграцией, с копированием машин, поэтому я ролик немножко ускорил. Но общая идея заключается в том, что мы выбрали вариант Replication Assistive Motion, поэтому у нас предварительно машина была реплицирована асинхронно, то есть создана ее реплика на целевой площадке, и дальше виртуальная машина, не выключаясь, начинает переезжать с помощью функции V-Motion. Вы можете это увидеть в интерфейсе V-Sphere. Как видите, вот у нас на этом прокси хосте интерконнекта появилась копия, shadow копия виртуальной машины, и еще одна копия виртуальной машины появилась на целевой площадке. Собственно, сейчас копируется состояние оперативной памяти виртуальной машины, как видите, на исходной площадке. Она не выключается, она продолжает быть доступной, и дальше с помощью Emotion машина переезжает на целевую площадку беспростое. Собственно, миграция закончена, и можно видеть, что, например, команда ping, которая в фоне, например, запускалась для этой виртуальной машины, она потеряла всего один пакет. ну, практически так же, как и обычный Emotion, с допущением того, что у нас этот Emotion теперь работает фактически между любыми облаками. Еще одно демо, это демо с disaster recovery функцией. Собственно, для защиты виртуальных машин используется вкладка disaster recovery. мы выбираем точно так же из интерфейса виртуальной машины, которую нам надо защищать. Опять же, можем выбрать одну, можем выбрать несколько. Для виртуальных машин мы указываем, собственно, на каком хранилище надо держать реплику, на какой кластер надо установить виртуальную машину. Можем задавать параметры RPO, то есть, как часто надо реплицировать виртуальную машину с интервалом 5 минут до 24 часов. Можем указывать, как часто надо создавать снапшоты, то есть, точки восстановления и сколько точек восстановления нам нужно хранить. Дополнительно, мы можем замораживать виртуальную машину, используя VSS снапшоты внутри гостевой операционной системы, чтобы консистентно сохранить данные с файловой системой приложений. Можем, естественно, переопределять настройки на уровне отдельных виртуальных машин, например, указывать, в какой подсети нам надо восстанавливать виртуальную машину. Собственно, после первоначальной настройки защиты начинается репликация виртуальной машины. Для этого нужно какое-то время, в зависимости от размера виртуальной машины, в зависимости от каналов передачи данных. и машина настроена на защиту. Как видите, у нее есть небольшой ворнинг. Собственно, сейчас мы его посмотрим. ворнинг сообщает о том, что мы ни разу не тестировали машину, поэтому мы не можем быть уверены, что она корректно восстановится при аварии исходной площадки. Мы видим дополнительную информацию о машине, например, направление репликации, параметры репликации, то, в каком сейчас состоянии находится защищаемая виртуальная машина. Как видно, на исходной площадке у нас есть наша защищаемая виртуальная машина, на целевой площадке, на хранилище мы видим на файл и системе эту реплику, соответственно, в МДК файлы виртуальной машины, конфигурационный файл виртуальной машины, который будет использоваться для восстановления в случае аварии. Из опций, которые нам доступны из интерфейса, что мы можем делать? Мы можем провести, например, просто восстановление. То есть, как я уже говорил, мы можем взять и выбрать копию, которую нам нужно протестировать. Мы указываем, в какой сети надо восстановить машину, желательно выбирать отдельную изолированную сеть, которая не имеет доступа к продуктовым сервисам, чтобы не создавать дублирование IP-адресов, дублирование MAC-адресов. И мы можем запустить процедуру тестового восстановления. Соответственно, на целевой площадке машина, поднимается из реплики, подключается к нашей тестовой сети. Мы можем дальше убедиться, что машина корректно работает, что она корректно включена. При этом мы видим, что у нас исходная машина тоже продолжает работать. Соответственно, тестовое восстановление никак не влияет на работоспособность машины. Машина включила свои аварии tools, мы видим ее IP-адрес, видим, что она корректно работает, убедились, что сервия закончена успешно, и можем удалить эту тестовую машину, чтобы подготовиться к реальному аварийному восстановлению. Машина успешно удалена тестовая. Теперь давайте сэмулируем отказ. Предположим, что у нас исходная машина была задета злым вирусом криптошифровальщиком и в итоге погибла смертью храбрых и больше недоступна. Нам нужно провести полноценное аварийное восстановление. Как это делается? Мы выбираем одну или несколько виртуальных машин, говорим восстановим ее, точно так же можем выбрать точку восстановления, можем указать сеть, куда ее следует подключить и нажимаем восстановить. Процедура очень похожа на тест восстановления, соответственно некоторое время машина регистрируется в системе запускается поднимается на выходе мы получаем готовую работоспособную машину. Наша инфраструктура успешно установлена. Что мы можем делать дальше? мы можем сделать функцию Reprotect, то есть настроить защиту в обратную сторону, соответственно использовать целевую площадку, использовать исходную площадку для защиты виртуальной машины. Нажав кнопку Reverse мы разворачиваем репликацию в обратном направлении и у нас уже исходная площадка является резервной для защиты виртуальной машины. Да, у нас также появляется значок, что соответственно у нас копия не тестировалась, но как видите теперь защита работает в обратном направлении, то есть мы с целевой площадки ее реплицируем на исходную. И последняя функция, которую я хотел показать, это функция миграции виртуальных машин с других платформ виртуализации с помощью OS Assisted Migration. У нас есть хост виртуализации HyperV, на котором работает виртуальная машина. На ней я уже установил Sentinel агент, с помощью которого мы будем мигрировать виртуальную машину. И мы можем видеть, что после установки агента информация об этой машине появилась в интерфейсе HTX, мы видим имя машины, IP-адрес, версию агента, ее аппаратные характеристики. И дальше также с отполемой функцией миграции мы можем легко и просто конвертировать эту виртуальную машину в формат OSFER. Соответственно, видно, что у нас в интерфейсе доступен теперь в качестве источника Non-OSFER Inventory, то есть виртуальная машина, работающая не на OSFER. Тут у нас только наша одна-единственная виртуальная машина, мы ее выбираем, точно так же указываем практически тот же набор параметров, что у нас был доступен для обычной миграции виртуальных машин в OSFER. У нас, естественно, доступен только один вариант миграции, никакого V-Motion мы пока не поддерживаем. точно так же можем ждать время переключения. собственно указываем сеть, куда нужно поместить виртуальную машину, это может быть та же растянутая сеть между двумя площадками и запускаем процедуру миграции. соответственно, в интерфейсе мы видим информацию о задаче миграции, нужно подождать некоторое время, пока завершится первоначальная реплика данных. при этом, как видите, прямо то, что данные реплицируются, сама исходная машина еще включена. То, о чем я говорил, виртуальная машина фактически переезжает на лету. Собственно, исходная реплика завершилась, теперь виртуальная машина внутри гостевой операционной системы будет создан VSS Snapshot, будут синхронизированы последние изменения, виртуальная машина будет выключена и включена на целевой виртуальной инфраструктуре. Ну, собственно, видите, что виртуальная машина была выключена, теперь, если мы вернемся в интерфейс VSS, то мы увидим нашу успешно мигрированную виртуальную машину. Собственно, она сохранила свой IP-адрес, она сохранила свою операционную систему, и на нее были установлены компоненты интеграции в AvariPools. Вот, это все, что я хотел показать с точки зрения демонстрации. Вот, собственно, подводя итоги, какие три ключевых момента, которые я хотел до вас донести в сегодняшней презентации. Первый момент. HTX значительно упрощает миграцию виртуальных машин между различными цодами и различными облаками, собственно, позволяя реализовать концепцию гибридного облака, предоставляем вам ряд удобных механизмов, которые, собственно, облегчают, ускоряют миграцию, делают ее более выгодной с экономической точки зрения. Второе. HTX, он имеет достаточно, комплексную модель лицензирования, назовем это так, он доступен в составе различных бандлов и в составе облачных сервисов. В зависимости от того, какая у вас целевая площадка, как у вас облако, HTX практически наверняка вам будет доступен в качестве опционального компонента, соответственно, грехом не воспользоваться. И если вас тема миграции интересует, то я настоятельно рекомендую ознакомиться с лабораторной работой, доступной посылки. Собственно, вот то, что я демонстрировал вам сегодня, вы можете практически полностью самостоятельно воспроизвести в этой лабораторной работе небольшими исключениями. Материалов по HTX не очень много, поэтому в первую очередь я рекомендую ознакомиться с документацией, которая доступна на docs.vmv.com. Там достаточно подробные, обширные материалы по установке и работе с HTX. С другой стороны, HTX сам по себе достаточно простой продукт, как я надеюсь, вы могли сегодня убедиться. После его установки и настройки все операции связанные с миграцией, с защитой виртуальных машин делаются легко и просто. На этом я хотел бы закончить основную часть нашего сегодняшнего мероприятия. Дополнительные информационные ресурсы доступны на слайде. Большое спасибо за уделенное время и тогда мы заканчиваем запись всего доброго. до сих пор. Продолжение следует...